Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Вы мне рекомендуете какие-то пройти игры, поэтому обязательно переходите. Давайте добьем там 30 подписчиков, буду рад каждому. Ну что же, сегодня у нас декабрь и январь на ходу. 2027 и переход будет в 2028 год. Играем мы сегодня на выезде против Аугсбурга. Они идут сейчас ниже 10 строчки, но нам все равно нужно побеждать. Идем мы сейчас на 4 строчке. Вот такой вот у нас состав. Адан на воротах, Хоса Калихуан даже есть, молодой скорее всего. Но остальных вы вроде как знаете и видите. Аугсбург против Баварии. Поехали. Итак, Аугсбург против Баварии. Интересно, нас сегодня ожидает матч. В любом случае, для меня это старт в сегодняшнем выпуске, поэтому нужно начать хорошо. Также здесь, кстати, камера от игрока стоит, как и на вратаре. Карьера за вратаря, поэтому давайте с этой камерой поиграем. Может быть и здесь она вам тоже понравится. И неплохо. И мы забиваем. Замечательно. Даже с этой камерой у меня получилось забить. Супер. 1-0. Мы забиваем ворота Аугсбурга. 11-ая минута матча. И все. Минимальная победа. Бавария над Аугсбургом. Наш единственный удар вроде как в матче и принес нам победу. Сейчас мы посмотрим. Да, единственный удар. И первый, причем он был в матче. 7-5 у меня оценка. Замечательно. После этой победы мы поднимаемся на вторую строчку. У нас равенство очков с Арменией. Я забил свой 11-й гол в сезоне. 171-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Айнтрахта. Они идут на 10-й строчку. У них 20 очков. Но, я не знаю. Вот такой вот у них состав. То есть я даже не понимаю, что это за команда такая. Она написана Айнтрахт. Франкфурт. Даже эмблема какая-то странная. Но Бавария против Айнтрахта. У них еще и форма мадридского реала, между прочим. Поехали. Итак, Альянс-Арена, Бавария против Айнтрахта. Интересно, нас сегодня ожидает матч. Поехали. Ну и за это нарушение мы получаем желтую карточку. Вполне обоснованно. Сзади в подкат влетал. В надежде, естественно, выбить мяч. И все. Заканчивается у нас матч со счетом 0-0. Мы играем дома. И голкипер Айнтрахта стал лучшим игроком матча. 7-0 у него оценка. После этого матча мы на второй строчке все так же. Но теперь у нас 28 очков. И отставание в 2 очка от первого места. Итак, сейчас у нас выездная игра против Вердера. Они идут на 8-ой сейчас, кстати, строчке. Нам в любом случае нужно побеждать, чтобы первое место было только за нами. Вот такой вот состав у Вердера. Никита Гайлок, кстати, на воротах. Игрок вроде как Зенита. Вердер против Баварии. Поехали. Итак, Вердер против Баварии. Выездная игра, матч для, наверное, только количества очков, чтобы нам набирать. Но вот, как видите, с Айнтрахта у нас даже не получилось. Поэтому постараемся сегодня забить, либо отдать ассист, чтобы наша команда смогла победить. И отлично. Как сейчас разыграли прям под конец. 8-6 минута. 1-0. И снова мы забиваем. Супер матч. Равно, на самом деле, выдался. Но здесь очень хорошо на контратаке мы поймали. В стеночку, можно так сказать. Отыгрались. Ну, шикарная голевая еще и передача. И все. Финальный свисток. Минимальная снова наша победа. А вы знаете, единственный мой мяч и решился сход этой встречи. Ну, правда, по ударам здесь у нас было даже преимущество какое-то. 7-5 у меня оценка. После этой победы мы все так же на второй строчке. У нас отставание 2 очка от первого места. И лидерство в 3 очка на третьем. Забил 12-й гол в сезоне. 300. Ой, это матч, извиняюсь. 172-й мяч в карьере. Кастро удостоен награды лучший футболист Азии. Поздравляем его с этим. Коста лучший футболист Южной Америки. Итак, сейчас у нас матч. Бавария против Хофенхайма. Они идут ниже сейчас 10-й строчки. Вот такой вот у них состав. Мы тоже сегодня заряжены. Бавария против Хофенхайма. Поехали. Итак, Альянс Арена. Бавария против Хофенхайма. Предыдущий матч закончился в нашу сторону, в нашу пользу. С минимальным перевесом. Поэтому посмотрим, как мы сегодня отыграем. Вроде мы в сегодняшнем выпуске ни разу еще дома-то не победили. Поэтому надо это дело исправлять. И все. Снова у нас дома ничья. Поэтому мы сегодня только в выпуске на выезде побеждаем. Ничья против Хофенхайма. По моментам вроде даже мы были на лидирующих позициях. Да, 4 удара, 2 в створ и владение за нами. Я игрок матча, 7-0 у меня оценка. Очередная, правда, ничья. Мы на втором месте. У нас лидерство на третьей строчке в 1. Теперь очко и отставание в 4 до первого места. Ну что ж, сейчас у нас снова домашняя игра. Теперь против Фрайбурга. Кстати, Черклука перешел в Манчестер Юнайтед. Из Волверхэмптона, я так понимаю. Ну, вот и вот интересный переход нашего бывшего одноклубника. Он быстрее перешел в АПЛ, чем мы даже. Но я немножечко постепенно пытаюсь. Мы с вами поиграли уже в Италии, во Франции, в Бундеслиге. Теперь у нас останется чемпионат Испании и чемпионат Англии. Ну, сейчас у нас Бундеслига. Бавария против Фрайбурга. Вот такой вот у нас состав. Такой вот состав у Фрайбурга. Мы сегодня заряжены. Поехали. Итак, Альянс Арена, Бавария против Фрайбурга. Мы еще вроде как ни разу не смогли выиграть за сегодняшний выпуск дома. У нас две победы и две на выезде. Поэтому нужно что-нибудь из этого нам позволять урок. Искать проблемные зоны наши. И стараться выигрывать для домашней публики. И мы зарабатываем пенальти. Я уже думал не поставят, но нет. Арбитр показывает на точку. Шестая минута матча. Сейчас мы будем пробивать пенальти. Давайте посмотрим еще повтор. Здесь мы получаем мяч. Здесь наложеного убираем. Прокидываем сначала, а потом уже получаем по ногам. От шестого номера. Но сейчас мы будем, естественно, пробивать штрафной. Давайте в левую девятку сейчас попробуем. Надеюсь, голкипер не прыгнет. Отлично, развели. Шикарно. И это 1-0. Бежим к домашней трибуне нашей. Но это, кстати, первый гол у нас дома. В сегодняшнем выпуске. Супер. И отлично, это 2-0. Дубль мы впервые сегодня забиваем. Вот этот гол очень такой смачный, мощный прям получился. Хорошо, стеночку тоже здесь отыграли. Вот. За 34 минуты мы забиваем дубль. Молодцы, конечно, мои ребята-партнеры. Ну и просто пушечно подперехвалили. И все. Уверенная домашняя победа. Мой дубль нам приносит очередные три очка в чемпионате Германии. За три удара у нас два гола. 7,5 у меня оценка. После этой победы мы все так же на второй строчке. У нас минимальное отставание от первого места медиа и минимальное лидерство над третьим местом. Забил уже 14-й гол в сезоне. 174-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас выездная игра. Играем мы против Айнтрахта. Они идут сейчас на четвертой строчке. У них 34 очка. У нас 35. Поэтому минимальное лидерство. И сейчас кто-то из нас может оказаться на чьем-то месте. У Айнтрахта вот такой вот состав. У нас тоже интересненький. Мы все так же сегодня в старте. Айнтрахт против Баварии. Поехали. Итак, Айнтрахт сегодня поднимает Мюнхенскую Баварию на своем домашнем стадионе. Бундеслига. Очередной матч у нас. Поехали. И мы пропускаем. 17-я минута. Айнтрахт все-таки пробил. Отто забивает. Но это первый гол, который мы пропускаем за сегодняшний выпуск. И все. Минимальное поражение от Айнтрахта на выезде. Но это было ожидаемо. Потому что если мы в последних матчах и забиваем, то мы постоянно либо вот два мяча, либо один. Поэтому это вряд ли было бы, что мы сейчас опять бы дубль забили. Отто 7-5 оценку получает. У нас оценка 6-0. Мы проиграли и опустились на четвертую строчку. У нас 35 очков. Отставание до первого места. 4 очка. Итак, сейчас мы играем последний матч в сегодняшнем выпуске. Бавария против Армении. Сейчас мы в любом случае не сможем сбить Армению с первого места. Но можем как минимум догнать их минимально. Поэтому Бавария против Армении. Ну это практически там Барусия-Дортмунд. Вот. Играем мы дома. Поехали. Итак, Альянс Арена. Бавария против Армении. Интересно, нас сегодня ожидает матч. Поехали. И какой голешник левой ногой. Седьмая минута. 1-0. И первым же ударом мы забиваем ворота Армении. Супер. Ну это действительно, друзья, это не та Арминия, за которую мы играем в карьере за игрока, за вратаря. Вот. Это действительно, это Барусия-Дортмунд. Это вот с левой ноги. Какой удар. Пушечный и за штрафной с нерабочей ноги. Ну шикарно, а. Передача еще так в разворот была. Вложился. И забиваем. Супер. Последние голы. Да сегодня практически, мне кажется, мы все, да. Мы сегодня все забили голы. Которые забивала сегодня Бавария. Это забили только мы. И все. Минимальная победа. На первой строчке. Благодаря моему единственному забитому мячу. Опять же, первый удар в этом матче. И мы победили. По статистике, да, мы, естественно, второй тайм там прижались. Флит так сказал, что надо играть прям суперзащитой. Но 7.5 у меня оценка. Главное 3 очка. Мы на 4 месте все так же. У нас 38 очков. Но теперь Армения спустилась на 3 место. И Ливеркузинский Байер и Айнтрахт занимают первую строчку. У меня уже 15-й гол в сезоне. И 175-й гол в карьере. Хорев перейдет в другой клуб. По некоторым сообщениям, Хорев, игрок клуба Бавария Мюнхен, получил несколько приглашений от команд, которые хотят заключить с ним контракт. Мы будем присоединиться за развитием событий. Вот тогда. Почему-то я еще переговоры... Ага. Ну, типа вот, закончился период трансеров. У нас сейчас. Поэтому вот такие вот дела. И мы лично сами уже не можем отправить. Вроде как. Никуда свое резюме, предложение. Поэтому все. Мы остались в Баварии. Завершение трансовых переговоров там. Вот. Поэтому, как вы понимаете, мы остаемся еще в Баварии на полгода. Но это и было понятно. Так что все. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. А с вами был Андрей, канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Продолжение следует...